МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Колонна шла, впереди шли БТР, БМП и БТР, это конвой, три, это сам. На БТРах бойцы сидели, русская колонна, они с кругами белые были на них, маркировка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ось тут лежал валючок, що я побачила, голови не було, мозги оттут були, оттак от лежали, нога перебита, бедро оттак от торчало. Голова только так, ну, задняя часть, оттак він, ниц, ниц, короче, лежал. И оттут горело уже, уже вокруг все горело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потом я начал помогать Жене и Богдану. Женя лежал вот здесь вот так, а Богдан вот здесь вот так. Начал помогать Жене, потому что у него было очень тяжелое ранение. Ну, я разорвал на нем одежду, и там, в районе мечевидного отростка, там было отверстие размером с ладонь. И, получается, видел, как бьется его сердце. Ну, я, конечно же, наложил ему там понадоб... Ну, там жгуты некуда было налаживать, потому что расстреливали на убой. То есть ни по ногам, ни по рукам, вот так. Я сдалеку побачила, что лежать дети. И около них тут много людей. А потом мне сказали, Богданчик живи, вези его в лекарню. Погрузилась в машину. И еще остались следы крови. И на каждом блокпосту нас остановили. И я musела вылазить из машины, открывать машину, показывать. Что там ваш сын, да? Да. Объяснять, куда мы едем, чего. Почти под город мы приехали, я так скажу, там, ближе к объездной. И Богдан уже умер к этому времени. Но мне тетя Оксаня сразу говорить не хотела, что он умер. Потому что он, когда умер, она начала очень часто спрашивать, что там Богдан. Он перед смертью еще поднял руку. Ну, он, получается, лежит. Я на коленях лежу возле нее. Он попросил мою руку. Сжал ее, так как мы обычно приветствовались и прощались. И все, он выдохнул. Мой Бодичка, мой Женечка. Мой Бодичка. Мой Женечка. Мой Бодичка. Продолжение следует...